Всем привет из Аверят. Засыпало нас опять снегом. Небольшой перерыв у меня. Хочу снять для вас видеосюжет. Похожу пока по участку, покажу, что происходит. Видите, сколько снега. Кошмар. Видно, не видно. Там Брошкина. Поздоровайся. На самом деле, сегодня у нас очень сложная тема для разговора. Мы живем в мире вещинизма, монетизации, сами того не понимая или не осознавая, ну или просто не хотим обращать внимание на эти вещи. В наше время принято мериться, кто сколько зарабатывает, где работает, какая ли у него престижная работа, квартира, в каком районе он живет. Мы сами этого не замечаем. Дружба ушла куда-то на второй план. Ну, как правило, это есть, конечно, исключение. Ну, вот я вот так вот наблюдаю. Раньше ценилась дружба, коллектив. Сейчас такого нету. Сейчас каждый сам за себя. И, как говорится, вот нож в спину на работе поймать очень легко. Принято закладывать друг друга. В некоторых компаниях даже бонусы за это платят. Давайте я зайду сюда, когда ты закладываешь в своих сотрудников. Ты что, загуляла у меня, что ли? Или замерзла? Мы же только что вышли погулять. Мартышка, ты что? Что-то я не понял, замерзл что ли? Давайте еще полчасика погуляем и домой пойдем. Иди сюда, тут теплее. Вот. Принято закладывать, да? Вот я на этом остановился. Да хорошее, хорошее. Моя морда, морда. Морды, морды мои, морды. Да какие вы сладкие. Ну, почему-то вот такой мир у нас сейчас. Да все. Я не могу вообще балдеять. Ну что, что? Что ты моя хорошая? Да что ты моя сладкая? Ну что? Ну что? Ну что? Человаться я не буду с тобой, ну дала. Не будем, не будем. Сегодня не будем. Ладно? Ну все. Ну все, перестань. Вот. Ну так, гуляем. Ну не отвлекайте меня. Все. Значит смотрите, что я думаю, что я думаю. То есть сейчас главное для всех это деньги. Ну перестаньте. Я так не считаю на самом деле, что деньги это главное. Да, конечно, без них тяжело, без них сложно. Ну почему, когда вот встречается какая-либо компания, зачастую такие, ну не то, что даже зачастую разговоры, там знаете, начинается с того, что вот там раз там достал телефон, положил там. Раньше вообще это было так вот. Может лет 10 назад, когда идешь в день там по улице, там кто какой-нибудь телефон зазнил, вот так вот берет телефон, вот так вот, чтобы все видели, посмотрели. Сейчас может быть, конечно, меньше, потому что доступность стала больше, но это смешно. Люди разговаривают там о том, а сколько у тебя футболка стоит, там 5000 рублей. Фу, что так стрёмно такая там. Или обувь там, макосины. Сколько у тебя? Десятку стоит. Если меньше, то это вообще хлам считается. Ну почему так-то? Почему у нас сейчас такое время монетизации-то и вещенизма? Мы об этом не задумаемся. У нас нету ценностей. Мы не думаем о том, что мы кушаем. Мы не думаем о том, где мы живем. Для нас главная машина, статус наш. Люди покупают такие машины, как БМВ, Мерседесы, а живут в хрущевках или я не знаю, в каких квартирах. Бензина? На бензин денег нет. Зато крутая тачка. Я вот этого не понимаю. Брюки по 500 евро покупаю. Ну я вообще этого не понимаю. Зачем? Зачем? Зачем вы? Вот для чего вы к этому стремитесь? Аккуратнее-то можно? Гонитесь за вот этими, за этой тенденцией. Да, это тенденция такая в мире сейчас. Вот все. Да и вещи-то некачественные стали. Машина, ну 5 лет, да, вот, отъездила. Уже как бы надо задумываться, что надо ее поменять. Куртку купил, сезон отходил. Обувь тоже сезон, там может быть два. Вещи очень некачественные стали сейчас. Все ведется к тому, что деталька какая-нибудь сломалась там в мясорубке. Все, на, новую мясорубку покупай. Раньше же такого не было. Все делали, как говорится, как это говорится, от души? Не от души, а качественно все делают. Так что, а сейчас другая тенденция. И все мы ведемся на нее. Ну не все, а большинство из нас на нее ведется. Стремятся к этому. Покупать дорогие вещи. Хорошо выглядеть. Дорогой телефон. Как это вот ребенок у меня без айфона будет? Или там, не знаю, какого-то. Телефон. Машину всем на крутую, хорошую. Как вот у меня подогрева сидений не будет в машине. Ну как это так? Ну никто из вас, кто живет в городе, не задумывается над тем, что мы кушаем. Вот я вам задам вопрос, кто живет в городе. А как часто вы едите натуральный продукт? Свою картошечку, свою морковочку, лучок, петрушечку, свеклу. Молочко свое пьете, козье или коровье. Сметанку домашнюю, маслечко. Мясо свое, курятину, индюшатину, телятину, свинину. То, что вы покупаете где-то там, ну да, может быть это и хорошо. Но не факт, что это хорошего качества. Зачастую сейчас фермеры как делают. Вот у меня есть 10 поросят, 2 моих я их по-особому кормлю. А 8 у меня на продажу, я их там чем попало кормлю. Очень часто такое бывает. И никто, никто почему-то не задумывается над этим. Принято считать, что домашнее яйцо, ну да, домашнее, качественное. А чем кормили скотину? Никто не думает, никто никогда не спрашивает. И вот эта репутация честных фермеров, она как бы нарушается. И говорят, что вот, ты там некачественная или еще что-то. Или почему так дорого у тебя? Ну потому что я, у меня нету понимания, не понимания, а понятия продажи. То есть не то чтобы продажи, скотина для себя или на продажу. Я вот могу взять любую курицу, убрать, как съесть сам, могу на продажу ее сделать. Яйцо тоже, я его не делю. У меня все одно. Я все делаю для себя, а излишки, если у меня остаются, я их продаю. И опять же, многие меня спрашивают, а сколько нужно денег для того, чтобы переехать, жить за город? Вот, ребят, ну у всех все индивидуально. Вот в этом мире вещанизма и монетизации сложно предсказать, что вам нужно, какие у вас критерии по жизни. Вы хотите ходить в Луи Витоне там, или вам без разницы, треники оденете и футболочку рваную, вам без разницы. Понимаете, у каждого свое понимание. Да отстаньте от меня. Кто-то может жить, вот как я, да, в 30 квадратных метрах, где полдома печка занимает, с бабушкой, с тещей и с женой. А кому-то и 100 квадратных метров мало. Понимаете, все это индивидуально. И вот так вот мерить и говорить, вот чтобы уехать за город, нужно миллион рублей там, или там 500 тысяч, кому-то и 100 тысяч достаточно. Так что, дорогие мои, советы на эту тему давать очень сложно. Индивидуально, все везде индивидуально. Стоимость земли индивидуальна. Стоимость материалов индивидуальна. Электроэнергия, газ, все везде тоже разные тарифы. Так что, я вам так скажу. Конечно, чем больше у вас будет денег, как бы финансовая вот эта подушка безопасности, можно назвать подушкой безопасности, тем, конечно, лучше. Но лучше всего не вот эта подушка безопасности, а какие-то различные небольшие доходы, которые вы можете иметь. Что это может быть? Возможно, вы сдаете, допустим, какую-то недвижимость. Но это мало у кого есть. И как бы на это надеяться особо-то мало кому можно. Какие могут быть у вас источники дохода? Вы можете быть, допустим, репетитором. Вы учитель, вы приехали в деревню, и все равно некоторые ученики нуждаются в этом. Вы можете, допустим, быть столером, плотником, слесарем или еще кем-либо. Какие-то шабашки могут быть в деревне. Все равно кто-то что-то строит электриком. На то уж если пошло. Ну, хоть кем. Если вы работаете руками, вы не пропадете. Если вы руками работать не умеете, ну, есть различные другие доходы. Может быть, вот какое-то тестирование программного обеспечения. Этим можно заниматься в любом месте. Я уже об этом говорил. Есть видеосюжеты на эту тему. Ну, что ты ко мне лезешь? Нужно иметь не столько подушку безопасности, а иметь возможность получения небольшого, хотя бы небольшого дохода с различных источников. Я не знаю, что это может быть. То есть, вы должны вот там 100 рублей, там 500 рублей, там 1000 рублей. И вот так по копеечке, по копеечке, по копеечке, по копеечке сумма набегает более-менее прилично. А параллельно вы занимаетесь выращиванием овощей, цветов, рассады, скотину. И она в любом случае хотя бы для себя. Это же вот бесценный продукт. Вот та же картошка, та же морковка. Когда свое, она... Сколько это стоит? Да нисколько это бесценно. Вы вырастили это своими руками. Вы вложили душу, любовь. Оно стоит просто... Нисколько оно не стоит. И нельзя это мерить деньгами. Вот те, кто живет в городе, там зарплаты 200 тысяч у людей, 300, 500. Они говорят, о, да круто, мне нафиг это надо. Я лучше буду ходить в киношки, в рестораны. А ты живешь там, лошара в деревне, вообще никуда не ходишь, ничего не делаешь. Да, я не хожу никуда. Практически очень мало куда хожу. Да, я не имею такой дохода, такой зарплаты. Даже рядом к этому не приближаюсь, да. Но зато... Я питаюсь хорошими натуральными продуктами. А не в этих ресторанах всякой химии и чем попало. Я очень сильно сомневаюсь, что в том же там, я не знаю, в фастфуде каком-либо котлеты сделаны из натурального мяса, напитки какие-то сделаны из натуральных продуктов. Этого нету. Даже сейчас продают молоко. Не молоко, а молочный напиток. Сметана, она вся с химией. Вы не задумываетесь над тем. Да, вы живете в городе, вы имеете, допустим, более высокий и стабильный доход. У вас есть квартира, машина, вы часто ездите отдыхать. Но вы не задумываетесь о своем здоровье, о здоровье своих детей. Ну сколько сейчас у нас патологий? Дети уже рождаются с раком. Или еще с какими-то болячками. Ну сумасшедшие просто цифры. А из-за чего это? Вот возникает вопрос. Может быть это воздух, да, может быть это какие-то микроволны, там сотовая связь появилась, еще что-то. Ну и большая часть-то это на питание уходит. Чем мы питаемся? У многих гастрит, у каждого второго, да, вот в городе, кто живет, там гастрит. Еще какие-то болячки. А из-за чего? А из-за того, что мы едим вот эту курицу, напичканную антибиотиками. Мы едим мясо напичканной химии. Мы непонятно, что едим. Ну, живя за городом, вы теряете этот стабильный доход. Неизвестно, что может вас ждать дальше. Что еще тут может быть? Ну, есть определенные риски. Ну, плюсов-то их больше. Понимаете? Здоровье не купить ни за какие деньги. Оно бесценно. Здоровье ваших детей, оно вообще не стоит ничего. Это невозможно сравнить с деньгами. Питание вот этими натуральными продуктами, это очень круто, это очень классно. И я бы, не знаю. Мы этого не понимаем. Для нас важно ходить в магазинах за 10-20 тысяч рублей. Для нас важно иметь золотые часы. Для нас важно ходить по ресторанам, по магазинам, шопиться. Нам стрёмно ковыряться в земле. Какими-то червяками там заниматься. Стоять пятой точкой кверху, копать, я не знаю. Это же всё тяжело, это столько отнимает времени. Да нахрен это надо, я лучше куплю в магазине. Да? Мы вот так рассуждаем. Да? Скажи, вот так мы рассуждаем. А вот это вот, любовь вот этой скотины. Ну вот это, знаете, это просто, я не... Это не описать никакими словами, это не передать никакими эмоциями. Это бесценно. Это очень круто. Да, конечно, не каждому это нравится. И все говорят, что вот уезжаешь в деревню, у тебя в городе ничего не получилось, ты вообще там, не пойми кто. Да почему вы так считаете? Почему вы считаете, что в деревне нельзя развиваться? А сельское хозяйство? Вы думаете, это всё так просто? Тут столько всяких нюансов, столько всего нужно знать. Столько... Да и живя в деревне... Руки мерзут, пойду. Живя в деревне, нужно обладать практически всеми профессиями. И плотник, и столер, и слесарь, и ветеринар. И вообще, не знаю, какие ещё существуют. И врачом быть. Скоро, ну, бывают такие места, что скорая может не приехать. В общем, всё нужно уметь. Ты что тут делаешь? А Собакин? Вот такая Собакин сможет жить в квартире в городе? А здесь какое для неё раздолье? Она балдеет здесь. Так что, дорогие мои, я вас не сказать, что вы призываю. Я просто рассуждаю с вами. Вот многие спрашивают, вот, а сколько денег надо? Я вам отвечаю, что я не знаю, сколько надо денег. Я просто-напросто этого не знаю. Всё везде индивидуально. И деньгами не всё меряется. Хоть и все и говорят, что без денег плохо, без денег вообще жить невозможно. Может быть, это и правда. Может быть, это правда. Ну, всё деньгами нельзя мерять. Ни здоровье вашей семьи, ни ваше здоровье, ни здоровье ваших близких. Нервы. Одни только нервы. В городе чего стоят. А здесь не приходится практически нервничать. Ну, лично я вот не нервничаю. Я живу в своё удовольствие. Бывает, да, что-то не получается, опускаются руки. Но всё это временно. Не бывает же всё идеально в жизни. Я надеюсь, этот сюжет вам был интересен. Я надеюсь, вы задумаетесь на том, в каком мире живём. И пора уже что-то менять. Пора. Сделайте хотя бы одно доброе дело для себя. А может быть, и для своих родных и близких. На этом наш сюжет подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.